АПЛОДИСМЕНТЫ Как только я стал прапорщиком в отставке, я начал думать. Как жить дальше? Военкомы постоянно жалуются, что допризывники от армии косят. Особенно те, что из богатых семей. Этим-то что косить? Пришел, денег дал и гуляй. А тут звонят мне с кадрового агентства. Говорят, одинокой богатой женщине требуется няня-мужчина. Я говорю, на это я пойти-то не могу. Мне говорят, да вы не пугайтесь, для воспитания пятилетнего сына. Я говорю, а другой калинкор? Будьте спокойны, я его так воспитаю. В духе патриотизма. Он сам у меня в армию побежит. Беру заказ пулей к мамаше. Она такая вся расфуфыренная, знаете, в этих соболях экологически расстрелянных. Давай мне с порога каверзные вопросы задавать. А если воду отключат, что с ребенком будете делать? Я говорю, мадам, будем пить спирт неразбавленным. А она, ой, вы еще и с юмором, вау! Какая прелесть! Доверяю вам ребенка, сама уезжаю на деловую встречу до позднего утра. И укатила. Я прямиком в спальню. Спит, понимаешь, негодяй пятилетний. Восемь часов он спит. Я как харкну, рота подъем. Форма одежды парадная, трусы в сапоги. Без всякого растишки над кроватью подлетел. Дядя, ты кто? Я говорю, я тебе не дядя, а обращаться ко мне, товарищ прапорщик, понимаешь? Ну, говорю, что это на тебе пижамка с зайчиками? Что это за обмундирование для пацанов? Ну, что это? Ну, ладно, на рубашечке зайчик. Но на штанишках ты не зайчик. Враг должен быть изображен. Нужно с детства учить врага мочить. До призывника. Ес! Я говорю, не ес, сынок, а есть. Он говорит, есть я буду только чипсы, чупа-чупсы, шоколад, мороженое, кока-колу, писиколу и жувачки. Я говорю, сейчас перловку будешь жрать. А это дерьмо я сам все уничтожу. Мне уже не повредит. Выдал ему котелок с перловкой. У меня перловка всегда при себе на случай подорожания продуктов в городе. Да призывник поковырял в котелке. Фу, говорит, какая гадость. Дай хотя бы картошку. Я говорю, а вот за гадость ее родимую и получишь. Два наряда вне очереди. Марш на кухню, картошку чистить ногтями. Ну, позатрикал, чем бог послал я. Спрашиваю до призывника, что дальше у тебя по графику. Она говорит, нужно собаку выгуливать. Я говорю, отлично, пойдем с собакой проверим границу двора. Начал он одеваться. Стоп, командую. Где портянки? Не знает, что это такое. Вот, мамаша, а сама в соболях у ребенка даже портянок нет. А если завтра война. Выдал ему свои портянки. Так этот неуч намотал их, как шарф вокруг шеи до носа. И кричит, товарищ прапорщик, скорее на улицу, а то дышать нечем. Я говорю, сынок, если дышать, нечем, нужно подать команду газы. И тут же надел на до призывника противогаз. У меня противогаз всегда при себе на случай атаки со стороны торфяников. Как только пес увидал до призывника в противогазе, необходимость его выгуливания отпала. Да так неудачно отпала, прямо хозяйки в туфли. До призывника из противогаза мне говорит, мне няня, которую мама выгнала, всегда шнурочки завязывала. Что? Тот же, понимаешь, сам завязал шнурки. Себе, мне и собаке. Вышли на улицу, приказываю противогаз снять. Видишь, боец, стоит БМВ. Боевая машина ворюги. Приказываю заминировать. Есть, товарищ прапорщик. Вот что значит, ребенок включился в игру военную, сбегал домой, что-то принес оттуда, подсунул под БМВ, дает мне какой-то пультик. Нажмите, говорит, товарищ прапорщик, красную кнопочку, и все, я без задней мысли нажал, и все. Так бомбануло. Никогда не видел, чтоб БМВ так резко падало в цене до стоимости металлолома. Я до призывника трясу. Ты что туда поцелуй? Он говорит, а это у нас с мамой от Нового года осталась петардочка. Вдруг из подъезда выскакивает такой бритоголовый амбал, знаете, последний из Уркаган. Перекрестился, говорит, слава богу, меня там не было. Лысину в плечи втянул и обратно в подъезд нырнул. Я до призывника говорю, в наказание. Будешь у меня рыть окоп для стрельбы стоя с лошади. Марш в песочницу! Есть, товарищ прапорщик! Выдал ему лопату. У меня саперная лопата всегда при себе на случай неубирания снега в городе. Как он включился в игру военную? Начал рыть, как взбесившийся экскаватор. Где-то через 10 минут откуда-то с глубины кричит, товарищ прапорщик, тут какие-то шахтеры, что с ними делать? Отставить домой, бегом марш! Прибежали домой, а теперь, говорю, да призывник ручки мыть и умываться. Я говорю, отставить! Умываться перед отбоем. Что дальше по графику? Дальше занятие на пианино. Не ной, ты ж мужчина. Садись за пианино. Запоминай устройство. Правая педаль газ, левая тормоз. Люк открывается, как в танке. Залезли мы с допризывником в танк. Ему так понравилась игра военная. Но тут мамаша внезапно вернулась. Смотрит на нас, а мы из люка выглядываем. Спрашивает, ну, как дела? Мы отлично, понимаешь. А вот мы сейчас и посмотрим видеозапись. Смотрела она эту запись примерно так. А потом и говорит, вы мне пойдете ко мне телохранителем. Вот теперь я работаю нейтилохранителем. Скоро второго к армии готовить будем!